Давайте начнем наше учебное заседание, поскольку здесь сегодня будет речь идти о музыке и композитах, то, наверное, я лучше передам функцию председателя профессионала, комментирующего консервиса, которая сама композиция, которая лучше знает докладчик, сможет их представить, прокомментировать. Спасибо, Михаил Иванович. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотят представить на ваш суд сочинение два студента-композитора, оба Андрея, Андрей Кудрявцев, студент второго курса, и Андрей Кирин, студент третьего курса. Оба они были уже в прошлый год, показывали сочинение, поскольку есть такая, например, ставшая традиционная встреча студентов класса Леонида Ларисовича Купырева с студентами Московского физико-технического института. Сейчас ребята покажут свои сочинения, расскажут о них, и, вероятно, мы построим встречу таким образом, что сначала Андрей Кирин покажет, потом Андрей Кирин расскажет, и мы послушаем сочинение, а потом, вероятно, возникнут какие-то вопросы и поговорим. Тогда, пожалуйста, вопросы вообще не будут непосредственно после прослушивания? Нет, я думаю, что, чтобы нам четче распределять время, сначала вы расскажете, мы послушаем музыку, а потом уже вам обоим зададут такие вопросы. Может быть, после каждого произведения там по одному вопросу разрешите, потому что иначе впечатление забудется? Ну, если они возникнут, то, конечно, будем действовать по обслуживанию. Какие-то ассоциации возникают, впечатления, это нужно. Пожалуйста. Лучше запоминайте, тогда, если что, не представляется, так сказать, говорить, это всегда тоже интересно. Я хочу представить в начале своего более раннюю работу поэму для скрипки Фротипиана, которую я написал где-то 3 года назад, еще до того, как на сераторию поступил. Вначале я хотел назвать как-то так, поэму ночи, потому что по своему колориту распределять содержание музыки там естественно что-то такое. Там есть действительно что-то такое, как я люблю свой музык, если следить как-то внутренне за драматургией, то могут какие-то... Не обязательно какие-то совершенно конкретные образы представлять, но все-таки какие-то образы иметь место. Скрипка и фортепиано, скрипка, носительство такого особого женского начала. Это все очень романтично звучит. Сейчас же, как мы знаем, в современной музыке возможно что угодно, какие угодно направления. И, допустим, композитор, который бы написал, грубо говоря, как будто в начале в Санкт-Петербурге, в конце 19-го, так это поможет. Не совсем часто встретишь заранее. Но это я ничего не стилизовала, так просто тогда чувствовал. В общем-то и сейчас тоже. Исполнение, конечно, не самое. Там нужно было выучить очень быстро, для того, чтобы записать. И в консерватуре уже на экзамене представить. Но, тем не менее, что-то получилось. Я обычно сам, когда слушаю музыку, как-то глаза закрываю. Кто-то может вполне взрыво обойтись. Но мне часто с закрытыми глазами что-то приводит. Ну, может, более как-то слух обостряется. И большая возможность для статей ассоциации. Именно как-то так. Пусть вы снимаетесь мелодию из кирпичной партии, как что-то такое живое, и, как я уже сказал, именно женское, капризное. Мне это так будет интересно. Прошу прощения, я это, видимо... Просто не скопировал, к сожалению. Но это еще страшно, потому что у меня тут еще есть. Это уже как-то уже настроено. Все эти ночные дела. Тут мне не совсем то, что нужно. Дневные дела. Да, дневные дела. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А вот как-то так Мне все время Мне сложно писать миниатюры Что имею под миниатюрами В том смысле, что В рамках малой формы Более-менее бесконтрастное содержание А мне все тянет Вот какая-то тема или мотивы В разных, так сказать, ключах подавать, развивать И все время именно давать их до каких-то вот Кронуционных точек Именно таких вот Каких-то торжеств Ну тут в другом это было ключе У меня часто бывает, что я сочнил музыку И только потом, так сказать, более глубоко понял Понимал, что я имею в виду, так сказать, образно или словами Здесь как-то это у меня до сих пор нету Чтобы такое было вот Четкое представление, что я имею в виду, когда вот что-то было, так сказать Громкое место или Какие-то просто страстные чувства такие вот в основном Ну тут вы же Вот есть такие сочинения, допустим, медиатор Имеет право говорить Вот у меня тут то-то, то-то, особенно если не только там философское И вот, так сказать, вот, пожалуйста, лучше настройтесь на то, чтобы думать именно так и представлять А здесь, пожалуйста, вы можете сами Переслушивать, допустим, часто с нескольких прослушиваний что-то может такое выяснить И сами себе, так сказать, придумать что-то Может быть Так что у меня тут нет вот однозначного ответа Мне показалось, что это какое-то такое наваждение наступающее вот под покровом ночи То есть сначала было что-то такое мечтательно ироничное ночное А потом уже начались какие-то такие темные образы Которые начинают, в общем, сгущаться как-то Какое-то такое мрачное шествие Ну, почему именно мрачное? Ну, там были, конечно, что немножко, но... Ну, все-таки... Ну, не злое, но мрачное и какое-то такое... Таинственное вначале Да А потом оно именно как-то таким осветительным Все-таки больше... Вот именно здесь не чувствуется такого чистого света Все-таки холминации вот дневного А такого-то тоже немножко С таким... Ночь Ну, вот я сам обмоглся Нужно было не говорить вообще Сам бы обрадовался, что вы это почувствовали Вот другое сочинение Но чисто для Фродепиано Не знаю, или разбавить Хронологически Вот его я непосредственно после этой поэмы написал Прелюдия и танец в воплощении Не поясню, что имею в виду Это такое сочинение Как мы знаем, вот здесь Традиции полифонического цикла Многих других В 20 веке Прелюдия и фуга Или токапы Или еще что-то Здесь это тоже как полифонический цикл Прелюдия и вот Ну, не фуга, хотя это похоже вначале на фугу А танец, танец воплощения, так сказать Что имеется в виду Я вначале сочинил именно танец А потом уже прелюдию к нему Потому что я вообще ко многим сочинениям Как-то так вот склонен сейчас вот так делать Что если в танце активный образ Воплощение в смысле Какой-то материализации Или реализации чего-то Что было потенциально Подразумевалось в прелюдии Прелюдия это вот такой Ну, скажем так Расслабленный, растворенный Вот космический кисель Не знаю, как это так сказать В нем Интенционный материал И у прелюдии, и у танца Один и тот же Плюс там одна тема Которая в прелюдии, так сказать, растворена Ее отдельные интонации Вот там Сонная интонация квинт Такой интервал И эта тема только формируется потихоньку А в танце Она в таком концентрированном виде И исполнение Там тоже такое Немножко Такое Ну, материальное Как бы щипки какие-то на гитаре Ну, вот Немножко грубовато Отличает прелюдии Там должны быть больше Вот такой размытые педали И более тихие звучания И там как бы Подразумевается что-то В таком, как я уже сказал Еще нематерализованном виде А в танце Это вот Скажем так Находится в материальную Кульминацию А начинается все Вот сама прелюдия И с таковой, так сказать Вибрацией в глубоких басах Какого-то И потом, так сказать Нечто вроде взрыва То есть какой-то происходит Выброс энергии То есть тут что-то Можно себе представить Космогоническое Вот 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 Лучше так это и представлять Как что-то такое Вот Я это имею в виду Не совсем, так сказать, точно Как-то Есть некоторые композиторы Которые там Что-то точно рассчитывают Что они имеют в виду В плане Музыкального отображения Неких-то космогонических процессов Поэтому скорее более Так интуитивно Это даёт Вот Сам вот Исполнил Ну вот Что-то было интересно Прослушать Все драматургии То есть в начале Как прелюдии Эти интонации Преглушённые И абсолютно то же самое Будет в танце Но в совсем другом плане Просто Это интересно будет сравнить Вот Вот Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 то есть но вот еще у меня еще 30 сочинений но это уже совсем другое предыдущие записи были живые но не идеальные по исполнению а это не живое хватает вам все хорошо но конечно не хватает жизни исполнить свое сочинение квинтет для классического состава балторная фагот кларнет, габо и флейта это у меня прозвучит запись с программной специальной компьютерной в финале там будет все почти безупречно по темпам исполнители вряд ли исполнят но зато будет слышно все-таки я надеюсь, что в жизни не хватает сам называю это второй сонат в сонатной форме с зеркальной репризой и тоже как я люблю мета-интенционность или монотематизм там есть несколько мотивов в самом начале, который дает лугобоя какой-то петушиный крип заявляющий о себе какой-то рекордовый и потом главная партия то есть первая тема построена в таких образах полета и стремлений а побочная это что-то такое какой-то молитвенный образ такое и вот буквально на трех мотивах вся ткань состоит а вот если светить луком потому что у каждого инструмента так разработана то есть полипоническая ткань что каждому есть что поиграть и тоже старался максимально насветить тематизм и в конце концов там ну это может быть слухом забудется я буду, может быть, по ходу музыки не решил комментировать идет 11 минут такая вещь но там драматургия может представиться очень так конкретно то есть когда следишь за всем что происходит тема как она изменяется что дальше идет будет интересно еще если какое-то пожелание может немножко потише потому что на прошлом произведении на прошлом там все да, нужно было а вот тут будет немножко иначе потому что это программа и до некоторых мест иначе не будет слышно так что если что я буду регулировать то у нас и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 послушаем, опять же могу сказать про женское и мужское начало. Прелюдия такого хороводного склада, ну там не совсем хоровод, конечно, все-таки хоровод такой женский танец, а фуга это такая этническая, жесткая, довольно сложное для исполнения, и как бы родосворение мужского начала. Ну, играю я сам, если что, извините, запись концерта, поэтому как бы без дублей, без поправок, как было, так и получилось. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Действительно что-то есть от народной музыки? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 по списку вторая часть получается, сейчас работаем первой, будет быстрый финал, и вот, после, ну, ну, это так, это взаимодействие. А в эмоциональном смысле этот эпизод обозначает, что это? В эмоциональном? Да. Ну, все уходит куда-то наверх, все, и старается, ну, для молодых, ну, тогда, ну, трудно обозначить, конечно, очень высокое. Так, хорошо, ну, вот у нас, вроде бы, ваша музыкальная москолько, понимаем, часть закончилась? Ну, есть еще, можно показать сценату при Альтайе-Портепиано, но там качество записи еще. Не знаю. Ну, хотя бы, может, часть, но она была. Да. Тут вот, когда наверх мелодия уходила, я вообще-то не сказал. Понимаете, о чем? Наверное, из-за качества перелива очень задавлены. Сильные басы и малое верху. Да. Вот, поэтому... Белоначин было слышно хорошо, а Альтин уже... Ну, что? Повыше все-таки. Да. Да. Настолько задавлены, что выписано чуть хорошо. Тогда, наверное, может быть, и не стоит, чтобы... Нет, там запись еще хуже, поэтому, мне кажется, нет. Здесь, вероятно, настроено просто не на прослушивание музыки, а на человеческую речь. Ну, в общем, на голосе... Да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. А не только оттуда звуки? Нет. Да. Конечно. Поэтому... Все, шо, их телефон. Да. Да. Да, мысли у нас. Давай. Давай. Хорошо. Хорошо. Ну, я думаю, тогда, если нет вопросов, то у нас вот такая встреча. Спасибо вам большое, потому что это действительно очень важно. И иногда важно, вот как... Когда сочинял Климский-Корсаков, Ольпио решился написать «Ночь перед Рождеством», то он написал вступление и как раз хотел в начале «Ночь перед Рождеством». Дал прослушать своим товарищам и спросил, что они слышат. И в основном все его друзья начали фантазировать на тему, что это вот ночь и загораются звезды. И тогда Николай Андреевич раскрыл правду, что он начал писать свою следующую оперу «Ночь перед Рождеством». «Но это вступление». И действительно ночь и зажигаются звезды. Поэтому вот и действительно, наверное, когда пишется какая-то программная музыка, образная музыка, автору, вероятно, приятно, чтобы слушатель услышал то, что было задумано. Но когда они столь конкретно сопровождаются программой, то автору интересно услышать ваши впечатления. И иногда это даже может быть что-то новое и интересное для самого композитора. Поэтому вам большое спасибо за... И, извините, просто вопрос не очень по теме, но вот мне близкая тема использования, ну не знаю, как сказать, архетипических или исторически выверенных неких народных вещей. Вот вы упомянули фольклорную русскую музыку, а у вас, например, в консерватории есть такая замечательная женщина Каратыгина Маргарита. Вот, не приходило ли вам в голову использование каких-либо приемов, ну там, не знаю, индийской музыки, там, Хиндустане, или там, Карнатак, или китайской музыки, там, даотской, или чань буддистской, либо там, иранской, либо зороастрийской, там, либо дземской. Очень интересно же, там есть параллели, вот, в частности, ваши последние вещи, можно проследить параллели, если захотеть, конечно, с некими восходящими... Восходящим порядком нот индийских рад к Хиндустане. Это классический, там, приемный используется. Ну, возможно, это интуитивно было использовано, либо же эта мысль пришла в голову одновременно, но почему бы эту параллель не провести дальше? Ну, просто у вас такой кладезь, там есть народные музыки, только ни одного народа русского, честно говоря, вообще не знаю, кто такой русский народ, но там очень много. Вот такие параллели вам не приходили в голову-то? Нет, не приходили. Короткие, а теперь нет. Слушали индийскую музыку, индийские раги, у нас на первом курсе это было в рамках... Хиндустани, да? ...истории музыки. Знаете, слушать ее уже не сложно. Из-за нетемперирования? Во-первых, она четвертия-то новая полностью. У них октава делится на гораздо больше. Я в курсе, да, 22, там, сваршиву. В рамках тоже не подготовлен. У индусов-то, может быть, и все в порядке с этим. Они ее воспринимают хорошо. Но мы слушали ее, долго слушали, и реально было какое-то ощущение... Отторжение, да? ...франца какого-то. Если ее долго слушать, то можно впасть, мне кажется, в какое-то состояние. Для этого нужно как раз... Опасно слушать ее, для меня, по крайней мере, я попаиваюсь. Там же на Востоке музыка создавалась не для, так сказать, только эстетического, просто вот прослушал, ага, хорошо. А именно вот это делаемое состояние. Как часть духовной практики. Да, поэтому это все связано с философией, с... Любой музыкой. Нет, ну разве у вас же произведение, вы говорили, прелюдия и последующий взрыв. Это прямая параллель, допустим, с индьянской философией, соответственно, среда осуществления и вброс идеи смысла, развертка. Это все очень близко, но там я все это более подробно не изучал, только какие-то отдельные аспекты индуизма. Там, на самом деле, невообразимо кладить каких-то вот таких вещей, которые, конечно, если какой-то композитор увлекается, вот чем-то восточным, допустим, какой-нибудь Шельси, то начинает писать уже, так сказать, не музыку, он уже не называет свою музыку музыкой, а уже он, как бы, ее, так сказать, причащает к чему-то совокупному там или... Ну окей, ладно, извините, я понимаю, вы торопитесь, да? Нет, мы не торопимся, но действительно в консерватории уделяется время, и студенты занимаются народной музыкой, и есть возможность и как раз и музыкальному Востоку уделить время при желании, и проходят концерты, и там, иранской музыки, как вы знаете. Да, очень интересно, что можно для себя открыть что-то новое в этом направлении. А также, вот есть, как уже было сказано, фольклорные экспедиции, действительно, этот пласт, он еще можно раскрывать и раскрывать для себя, как композитором народной, со стороны народной музыки. До сих пор, так сказать, не все изучено, не все записано. Ну это понятно, я прошу прощения, вот что вас перебиваю, извините. Вот Андрей... И Андрей. И Андрей. Вы упомянули, что очень интересно изучать русский фольклор, да? А индийскую музыку слушать тяжело, потому что, во-первых, нет темперированной строй, во-вторых, там 22 ноты там в октаве, там и бесконечное пивание и прочее, прочее. Но изначально русский, если так можно сказать, строй, он же не был темперированным. Соответственно, если там аккуратно исполняет, то тоже будет резать слух. Там тоже отсутствие темперации, потому что не попадает в соль какую-нибудь. Ну в соль, бог с ним, там, квинта, может, еще и попадает. Но в ми точно не попадает. Потому что большую терцию, да, на рояле, ее ни один нормальный человек не будет петь, там, вокалист или скрипач играть. Он возьмет чистую терцию. Она очень грязная. Соответственно, вам должно быть слушать фольклорную музыку тоже не очень здорово, если вы привязаны там к рояле. Нет, на самом деле у нас есть и ансамбль народной музыки, который исполняет. То есть народная музыка, собственно говоря, она живет тогда, когда она не просто записанная, собрали, когда ее исполняют. Поэтому эти традиции, хотя и не так, может быть, как бы хотелось, но тем не менее они продолжаются, именно поются. И поэтому ребята слышали эту музыку не только в нотах, так сказать, они слышали ее живье, в том числе не только от близких по возрасту, так сказать, людей, а еще от более старшего поколения, которые ее переносят от, соответственно, еще более старшего поколения. Поэтому это в живых традициях. Просто, конечно, поскольку мы живем здесь и где-то рядом, то что-то бывает ближе, что-то дальше. Это уже другой вопрос, как бы восприятие, но есть возможность познакомиться с чем-то еще. Поэтому здесь, на самом деле, в чем еще заключается занятие студентов, в том, что они не только пытаются записать и расшифровать эти записи. То есть записывается аудиозапись, например, то, как исполняется песня, и потом расшифровывается. И расшифровывается она не всегда вот точной, как бы точной нотой, а там может быть как раз показано, что она немножко завышается, четверть, она занижается. И это очень кропотливая такая работа по записи. И упомянутый сегодня Вячеслав Михайлович Щуров, профессор, он как раз вот тоже выпускал сборники, в том числе и с белгородской местности. Потому что, как вы говорите, не знаете, что такое русский народ. Но дело в том, что, если говорить о музыке, то в России в разных местностях просто есть какие-то особенности. Поэтому он издавал сборники. Ну, сейчас я упомянула белгородский мухтовник. А есть очень разная музыка, где, например, казачьи песни, там, взаимопроникновение культуры, например, с Кавказа и так далее. Очень много интересного. Ну, просто это тема отдельного разговора. Но, наверное, было очень приятно и тесно, что молодое поколение композиторов, оно интересуется и тоже выбирает в себе что-то однородной музыки. И, в том числе, еще, как вы заметили, наверное, полифония, что тоже влияние профессора В. Борисовича Бабылева, который ведет курс полифонии в консерватории. И тоже очень большой специалист по полифонии, в том числе по полифонии строгого стиля. Хорошо. Еще какие-то вопросы? Хвостики, да, эти? Тогда, извините, приглашаю вас в консерваторию. Я просто подумала, если немножко еще времени есть, то тут спрашивал молодой человек насчет меня. Просто вот этот, это поем опять с минуты идет, и если можно, либо вот время заключения поставил, или уже... Ну, как, как говорится, решение голосования... Да, для голосования... Это вот ровно год назад, и, кстати, вы, насколько вы уже были, и я там говорил, «Морская душа» это зала Вальмонта. Это еще по вопросу насчет всяких вот эзотерических вещей. Как мы знаем, Вальмонт этим всем тоже очень интересовался и чувствовал тогда. И я тоже вначале просто наизусть прочитал стихотворение, а потом, чтобы было легче, так сказать, воспринимать. Да, ну, я не знаю, насколько сейчас, действительно, может быть, тогда мы уже как-то полуварно передадим... Ну, и обменяйтесь адресами, и пошлете, как говорится, и покажете. Потому что мы, получается, немножко так продолжаем программу прошлогоднюю. Хотя это, конечно, очень интересно, но я думаю, поскольку сегодня не так много народа, то... Это сфоми, но, честно говоря, уши режет отвратительно, акустика. Давайте тогда мы, таким образом, можно будет. И надеюсь, что эта традиция встречи, она продолжится и больше... Количество людей. Спасибо. Спасибо.